Давайте посмотрим, как продолжалось раннее признание. 24 глава, 26 стих, это все-таки Иисуса Новина, не авторзакония. И вписал Иисус слова всей книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господня. Да, Он вписал книгу закона. Значит, вот эта книга, эти слова, этот текст приписан, дописан в книге закона. Продолжается создание книг, которые потом будут называться каноническими. И поскольку, смотрите, какая вещь. Почему Иисус Новин имел право на это? Это по одной простой причине. Бог наделил его таким правом. Вот как пророк от Бога, он имеет на это право. Он это и делает. Ну что же, друзья мои, идем дальше. Первое царство, 10 глава, 25 стихи. И изложил Самуил народу права царства, и написал книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой. Значит, Самуил излагает права царства. Что это за момент в жизни Израиля? Переход к чему? Переход, скажем так, к теократии, или, скажем так, к монархии все-таки, да? Переход к монархии, ставится царь, и происходит дальше запись в Божью книгу. И 4 царство, 23 глава, 24, 25 стихи. И взывателями мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные книгой, которую нашел Хелкия, священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своими, всей душой своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву. И после него не восставал подобный ему. Вот книга закона потеряна, затем при Иосии снова найдена. Кстати, немножко раньше, мы не читали этого фрагмента, но немножко раньше было сказано о том, что царь израильский должен был сделать для себя список закона Божия, список этой книги, чтобы руководиться Божьим законом. Если это не каноничность, то я не знаю, что это такое. Понимаете, слова каноничность тогда не было, но отношение к этим книгам, к книгам, как к каноничным уже существовало. Аналогично в Езра, Езра, 7 глава, 6 стих. Тоже долгое отступление, плен, но потом начинается возвращение из плена, и снова, и снова книга закона. Пожалуйста. Все Езра вышел из Авелона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевым, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. Спасибо, спасибо, Эльвира. Значит, Езра знал закон, и позже уже в книге Езры мы будем читать о том, как израильтяне собрались и читался, шло общее чтение закона. Они собрались после плена, нужно было вернуться к закону. Ну хорошо, но это пока Моисей, и это, возможно, следующие книги, допустим, те же самые книги Судей или Царств. А как быть пророками? А тут еще забавнее. Значит, конец плена, Даниил, находится в Персии. У Даниила есть книги. Неслучайно израильтян называли, Израиль называли народом книги. Вот у Даниила есть с собой некие книги. Даниил, 9 глава, 2 стих. В первый год царства, его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Значит, Даниил читает книгу своего старшего современника. Кого? Иеремии. Совершенно верно. Он читает книгу Иеремии. Кстати, Иеремии, того самого, которого называют плачущим пророком, который предпочел бы не пророчествовать. Потому что, когда он пророчествовал, его обычно не слушали. Но он не мог не пророчествовать, потому что Бог его на это направил. Даниил читает его книгу. Указано, что это пророк, поэтому книга имеет пророческий авторитет. И по книге он сообразил, он понял, что кончается вавилонский плен. Вот какой великий авторитет эта книга для него имеет, что по ней он понимает и убеждается, что да, время плена подходит к концу. Эту книгу нужно было сохранить, эту книгу нужно было передать. Даниил эту книгу должен был иметь. Опять-таки, если это не ранняя каноничность, то что же это такое? Языкиль, 28 глава, 3 стих. Языкиль, 28 глава, 3 стих. Может, ты примудрый Даниила, где тази сокрытый от тебя? Так, Языкиль говорит уже о Данииле. Значит, последовательность пророков, преемственность пророков в этот момент продолжается. То есть, видите, какая штука? До того, как кто-то мог рассуждать о каноне, как кто-то мог ставить штампы принятия, печати принятия, этот канон реально среди еврейского народа уже существовал. И понимая жизнь еврейского народа, мы легко с вами убедимся, что эти книги нужно было сохранять в связи с перемещениями, в связи потом с рассеянием еврейского народа. Надо было понимать, что важно для нас, как для иудеев. Этот народ должен был понимать, что важно для нас, а что для нас не столь важно. И вот таким образом идет пророческая последовательность. И вот эта пророческая последовательность обрывается после смерти пророка Малахии. После смерти Малахии начинается совершенно новый период израильской истории. Талмуд, талмудическая литература, и Мишна, то, что было написано уже после, еще через несколько столетий после всех этих событий, говорят неоднократно одну и ту же вещь, но только разными словами. Кто-то из раввинов говорит о том, что после смерти последнего из пророков Малахии пророчество прекратилось в Израиле. «И теперь внемли словам мудреца». Иными словами, уже не Божие пророчество, то есть от Бога к человеку, а мудрость человеческая, которую надо было слушать. «Преклони ухо к словам мудреца». Говорили также о том, что новый храм, восстановленный храм, не имел того писания, не имел того пророчества, которое было в храме предыдущем. Ну и самые, может быть, шутливые, хотя не обязательно шутливые, не знаю, из раввинов, говорили о том, что пророчество прекратилось, а теперь Бог отдал пророчество юродиевам. «Внимли словам детей и юродиевых». Почему детей и юродиевых? Ну вот потому, что Бог теперь говорит через них, по простоте и тех, и других. Помните русское отношение к юродиевым, которые могли сказать все, что угодно, в том числе и царям, в том числе и таким непростым царям, как Борис Годунов. Вот это другой этап. Пророчество прекращается. И на протяжении четырех веков кажется, что Бог молчит. Это период молчания Божьего. За этот период много чего пишется. Но это уже тексты совершенно другого калибра. А потом Бог снова начинает говорить. Начинает говорить в Новом Завете. Если вы сравните Евангелие от Луки, первая глава, служение, в частности, Иоанна Крестителя, прихода Иисуса Христа, с тем, что записано в последних стихах четвертой главы, последней главы книги Малахий, вы увидите, как фактически Лука берет эстафету уже от Малахий. И, наконец, Новый Завет подтверждает ветхозаветный канон. Лука, 24 глава, 25-27 стихи. Помните, ученики в расстроенных чувствах идут в Имаус. Они надеялись, что Иисус будет Мессией, и что все-таки они дождались. Иисус их встречает, они его не узнают. И Иисус начинает им объяснять. Прочитайте, пожалуйста, 24 главы, те стихи, которые здесь написаны. Тогда Он сказал, «Он несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу свою? Инача вот Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Моисей, все пророки, все Писание. Иисус проходит через весь канон Ветхого Завета, сложившийся уже в народе, на который, да, еще не поставлен штамп утверждающий. Но канон-то уже есть. Иисус проходит и показывает, рассказывает о себе. Что мы здесь могли вынести, я думаю, должны были вынести? Это раннее принятие канона. И канон, принимавшийся еще практически современниками пророков. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Итак, исторически существует несколько этапов написания и канонизации книг. Сейчас я не говорю о различиях между, допустим, либеральной датировкой, консервативной датировкой. Независимо от этих различий, к 400 году до Рождества Христова канонической книги Ветхого Завета были уже написаны. Это конец служения ветхозаветных пророков, начало вот этого межзаветного, скажем так, периода, когда Бог молчит, когда есть большое количество другой литературы, но эта литература имеет совершенно иное качество по сравнению с книгами каноничными. К 200 году до Рождества Христова уже формируется так называемое трехчастное деление. Вот здесь оно на слайде у вас написано по-русски, но на самом деле важно его знать еще и на еврейском языке, потому что эти слова, эти понятия вам пригодятся в беседах с иудеями. Дело в том, что иудеи видят три части в том, что называется Ветхим Заветом. Во-первых, давайте начнем с того, что иудеям никогда нельзя говорить, что как написано в Ветхом Завете. Понимаете, ветхий — это, в принципе, старый. И означает, что есть еще один. Вот еще одного Завета они не принимают. Собственно говоря, Ветхим Заветом все кончается. Поэтому, как написано в Писаниях, как сказано в Писаниях, но есть три важные номинования, которые здесь можно усвоить в связи с этим. Вот эти три части. Тора или Тора, закон, Тора, Навиим — пророки по-еврейски, и Кетувим — от слова Катав, еврейское слово Катав, Писание, Кетувим — Писание. Тора, Навиим, Кетувим. Смотрите, что получается по первым буквам этих трех слов. Т, Н, К, Ту, Вим. Ке, Ту, Вим. Навиим. Навиим. А получается Т, Н, К. Это не ТНК, Би, Пи. Да, это Танах. Танах. Потому что гласные буквы, так называемая огласовка, уже вставлялась, добавлялась позже. Танах. Вот еврейское Писание называется этим словом Библия, то есть Ветхий Завет на еврейском языке называется словом Танах. А вот это и есть Тора, Навиим, Кетувим. И эта структура, это структурное деление уже к 90-му году, воздействуя к 200-му году до Рождества Христова очень четко сложилось. В документах того времени мы уже видим ссылки на эти три части. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok